Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить о том, что волнует всех людей в нашей стране, практически всех. Это курс доллара. И чего нам ожидать в ближайшее время? В последнее время цены на нефть постоянно падали, постоянно и неуклонно. В связи с этим курс доллара постоянно рос и уже превысил отметку 80 рублей за 1 доллар. Некоторые аналитики предрекали, что курс доллара дойдет до 100 рублей за доллар и будет повышаться еще. Но вчера, 16 февраля 2016 года, произошло очень важное и значимое событие. Страны ОПЕК, Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла решили заморозить добычу нефти на уровне 11 января 2016 года. Когда баррель нефти стоил 31,64 доллара, а сам доллар колебался в районе 76 рублей, а евро почти 82 рубля. То есть, если цены на нефть и добыча на нефть будут заморожены на уровне 11 января, то аналитики предсказывают, что в скором времени доллар начнет падать и он действительно сегодня немного упал. А если эти страны договорятся не просто заморозить добычу нефти, а снизить ее всего лишь на 5%, то спрос на нефть превысит предложение, цена на нефть начнет расти и достигнет примерно 45-50 долларов за один баррель. После этого сам доллар будет не расти, а падать. Некоторые аналитики предрекают, что к концу марта доллар будет составлять 70-75 рублей, цена за один доллар, а евро примерно 79 рублей за один евро. То есть, обстановка в стране должна стабилизироваться. Кроме того, некоторые оптимистичные аналитики даже говорят, что к маю доллар еще должен упасть. И люди, которые планируют куда-то поехать на майские каникулы, должны купить доллары примерно в конце апреля, в начале мая, потому что многие аналитики говорят, что доллар будет снижаться. Это очень оптимистичные прогнозы, но будем надеяться, что они сбудутся, потому что сейчас ситуация очень тяжелая, доллар постоянно рос. Теперь он начал снижаться. Посмотрим, что будет дальше. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и что вы сами намерены делать с долларом. Кроме того, существует такое понятие, что летом нужно покупать доллары, потому что они дешевле, а зимой нужно продавать доллары, потому что они дороже. Еще считается, что за всю неделю в понедельник доллар нужно покупать, потому что он ниже, а потом к концу недели он повышается. Это не аксиома, но очень часто совпадает. Желаю всем удачи и чтобы у вас никогда не было финансовых неудач. До свидания!